Здравствуйте дорогие друзья, 24 июня Microsoft официально провела презентацию в Windows 11, хотя за неделю до ивента в сети оказалась ранняя сборка винды, которую может установить каждый. В этом кратком, но информативном видео я расскажу о всех важных моментах мероприятия. Устраивайтесь поудобнее. Windows с нами вот уже 45 лет и нам готовы представить платформу с дизайном будущего. Операционку сравнили с домом, который всегда вдохновляет, в него можно вернуться, он безопасен, дружелюбен и открыт, как бы это двухсмысленно не звучало. Напомнили, что вот уже 18 месяцев мы живем с ковидом. И все это вдохновило разработчиков на создание новой винды. Windows 11. Современная, свежая, чистая, красивая операционка. Впуск и иконки приложений теперь размещены в центре. В пуске располагаются недавние файлы. Серьезно видоизменился интерфейс. Освежили темы, элементы UI, анимацию, материалы и прочие приятные глазу вещи. Операционка стала лучше не только снаружи, но и внутри. Теперь она безопасная, быстрая, например при серфинге в сети или распознавание лица в Windows Hello. Обновления стали на 40% меньше и накатываются в фоне. Поработали над энергосбережением и сделали операционку более отзывчивой. Все это для того, чтобы вы были более продуктивны и креативны. Пуск стал чище и красивее. Поиск позволяет искать по всей системе, на внешних накопителях и в вебе. Под закрепленными приложениями располагаются рекомендованные, чтобы вы могли быстро вернуться к работе вне зависимости от того, с чем вы взаимодействовали до этого. Продолжить работать с документом, который был на смартфоне можно в один клик. Поработали над многооконностью. Добавлен новый инструмент Snap Layouts. По клику предлагается множество макетов размещения окна на экране и всего в несколько кликов вы быстро располагаете окна в требуемых местах. И Windows все это запоминает создавая Snap Groups. Подведя курсор к приложению в таскбаре вы увидите миниатюру всех построенных окон по шаблону и можете быстро вернуться к настроенному набору окон. Через таскбар теперь можно переключаться не только между программами, но и проектами. Все что вы делали на внешнем мониторе запоминается и при отключении сворачивается. При повторном подключении все окна возвращаются на прежние места. Браузер Edge получил боковое меню с вертикально расположенными вкладками, благодаря чему отыскать нужные сайты стало проще. Еще одно нововведение – Desktops. Вы можете настраивать рабочие столы для дома, учебы, работы, для игр и создавать их любое количество. Благодаря им вы станете более организованными и сфокусированными. Из-за ковида мы стали больше времени проводить за видеозвонками, и поэтому Microsoft тесно интегрирует корпоративную платформу с чатом и видеосвязью непосредственно в сам Windows. Иконка приложения Teams будет в центре таскбара и вы сможете быстро взаимодействовать любым удобным способом неважно с каким устройством на том конце провода. Два клика и вы уже печатаете сообщение в чат. Один клик и вы ответили на входящий вызов. А еще добавили виджеты, по нажатию иконки в таскбаре они появляются в левом полупрозрачном боковом меню. Часть из виджетов вы добавляете сами, а часть будет наполнять искусственный интеллект. Улучшено взаимодействие с операционкой, допилили сенсорное управление на планшетах. Перемещать, изменять размер окон, закреплять их стало легче. Анимация при повороте устройства теперь плавная, добавлены новые интуитивные жесты, словно вы пользуетесь трекпадом. Улучшено взаимодействие со стилусом, вы будете получать легкую отдачу при взаимодействии с элементами интерфейса, а также вибрацию при выполнении таких действий как например выделение. Виртуальная клавиатура теперь имеет компактный вид как на смартфоне. Можно набирать текст свайпом. Пробел позволяет перейти в режим курсора. Конечно же не забыли про гивки и эмоджи. Печатать голосом стало проще, а голос распознается точнее. Добавили голосовые команды. Например удали это. Окно с виджетами может быть компактным или на весь экран. Виджеты перетаскиваются, а их размер можно менять. Улучшили Microsoft Store. Вкладка с развлечениями получила редизайн. В одном месте располагаются фильмы, шоу, сериалы. В пару кликов можно по воздуху расшарить фильм на телевизор. Windows 11 также разрабатывалась и для геймеров. Первое. Windows даст новый уровень графики. Добавлена поддержка HDR, как это было сделано ранее на консолях. Разница в картинке между стандартным и динамическим диапазонами действительно впечатляющая. Сотни существующих игр получат поддержку технологии Auto HDR. Для этого не нужно прилагать усилия ни разработчикам, ни геймерам. Это просто будет работать. Второе. Скорость. Игрушки получат новую технологию Direct Storage API, которая впервые была применена в Xbox Series X и S. Я рассказывал в их обзорах что это такое и как это будет работать. Вы получите более высокий уровень графики, время загрузки будет уменьшено. Оптимизируется работа драйверов и железа. Третье и ключевое для геймеров. Игры. Подписочный сервис Xbox Game Pass полностью интегрирован в Windows 11. За ежемесячную плату вы получите доступ к сотне игр от Microsoft Studios, Bethesda и сторонних разработчиков. Ряд игрушек обновляется ежемесячно. Тесно интегрировали облачный гейминг, чтобы можно было играть в самые мощные игры на любом компьютере. Играть можно используя любой из миллиона поддерживаемых аксессуаров по проводу или через Bluetooth. Можно даже задействовать внешние видеокарты. Microsoft Store стал работать быстрее и получил новый дизайн. Он теперь красивый. Проще пользоваться, легче искать. Microsoft даст разработчикам возможность построить свой бизнес в Microsoft Store, предоставить инструменты для публикации приложений. А комиссия за использование будет нулевая. Произошла тесная интеграция продуктов компании Adobe в магазин приложений Windows. Там будет доступна и вся платформа Creative Cloud и ее подписочная модель. Все остальные подробности будут доведены на специальные сессии для разработчиков. Android приложения приходят в Windows. Вы можете запускать приложения из магазина, таскбара, размещать их удобным способом. Microsoft запартнерилась с Intel, AMD и Qualcomm для того чтобы получилась синергия программного обеспечения и железа с фокусом на время автономной работы, производительности и взаимодействия. Новые продукты компании Dell, HP, Lenovo, Samsung, собственные Surface затачиваются под работу с Windows 11. А еще Сатяна Делла очень долго рассказывала о высоких материях связанных с новым поколением Windows. 3 ключевые вещи. 1. Windows предлагает забыть о своем существовании, пользователи должны сосредоточиться на приложениях, контенте и людях, с которыми они хотят взаимодействовать. 2. Windows фокусирует и вдохновляет на создание чего бы то ни было, при этом оставаясь продуктивным. 3. Windows это не операционка, это открытая платформа для креаторов и бизнесов. Что ж, как вам новое Windows 11 пишите в комментариях. Мне лично очень многое понравилось, во многом благодаря тому что я уже большим количеством вещей давно пользуюсь на другой платформе. Не понравились постоянные подзагрузки стрима и были они не только у меня и немного позабавил подлагивающий курсор на презентации. Ну в принципе Windows начинается с этого. Что ж, также жду ваше мнение. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на YouTube канале ProTech, всем пока.